Итак, я ставлю сейчас уловитель воздуха. Сначала перекрываем здесь, там есть вода, но нет воздуха, пусть они мёрзнут. Снегом только, возможно, их занесёт, но если вдруг порвёт, я же их почищу. Итак, вновь наш многострадальные трубы, они уже замёрзли, но видимых дефектов я не наблюдаю. Это труба галлопласт, толщина стенки 2.6, армированный, термостабилизированный и т.д. и т.п. Его вырвало. Диаметр 25. И при более детальном осмотре я обнаружил вновь такую штуку, как и на коллекторной системе. Расширение ValveX. ValveX, по-моему, стекловолокно. Да, стекловолокно. Итак, я думаю, что трубу галлопласт стекло мы отпускаем, так как она у нас дала течь. Я её обрежу, вместо неё поставлю этот кран, заглушу. А также с того края у нас труба ValveX стекло. Я её подрежу и заменю уголок. Но перед этим я прессую систему. Может быть, кто-то у нас даст сбой. У нас остаются экопластик, базальт и просто толстостенные, не армированный ValveX стекло. И не армированный ValveTec 25 диаметр стекло остается. ФВ пласт стекло и данный производитель, который куплен в Ашане. А это непосредственно у нас труба армированная, которая лопнула. Вот что с ней сделал лёд. Так, ну вот и всё. Вновь у нас давление к 45. Здесь проблем, где был, так она в сдутие осталась, но ничего не бахнуло. Всё, держится. Ну и вот у нас труба, которая сдулась. Вот это место и вот это место. Они немного прослаблены, но во всяком случае они выдержали опрессовку, так скажем. Даже не опрессовку, а просто подачи давления порядка 45 атмосфер. Вы это всё видели своими глазами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»